Ты просто люби Который был придуман специально Для порабощения населения планеты И если вы уберете соль полностью Из своего питания Хотя бы соль Вы увеличите продолжительность своей жизни На 30-50% Женщины, которые не будут употреблять соль У них никогда не будет в жизни морщин Передайте, пожалуйста, вот эту важную информацию Чтобы могли вот эти души чистые притянуться Они разговаривают с ребенком Как со взрослым человеком То есть никакого там унижения Типа там, ой ты мой хороший, ой ты мой маленький Нет Они разговаривают с душой Душа полноценная, взрослая Вот посмотрите, как вы к друг другу относитесь Вы, говорит, друг друга все обижаете, кусаете Он говорит, зачем у вас такая короткая жизнь Вы так мало живете Зачем вы это время свое короткое тратите на то, чтобы сделать больно друг другу Почему бы вы это время не потратите на то, чтобы любить Монолитный дольмен Это тот, который, вот она глыба, да, каменная Там получается выход песчаника И вот это вот из песчаника камень большой И в нем сделано углубление То есть он прям полностью цельный Он не из плитса стоит А он прям вот целый камень И вот это вот вход, портал, да, портал И все, там больше никаких нет ни стыков, ничего То есть это цельный камень внутри оформленный Ну, то есть внутри полый Нас проводники повели? Нет, проводники... Я буду все рассказывать Вот первый был волконский дольмен Это очень большой дольмен В нем несколько человек находятся То есть заходили несколько человек Коллективный Почему коллективный? То есть я не знала, что он коллективный Мы к нему приходили четыре раза Первый раз, когда мы пришли Совершенно было непонятно Ну, то есть они мне не открывались Или я их не слышала Первоначально идет соностройка, да Приходишь и, ну, что возле дольмена был Что в окно смотрел То есть ощущений ноль Первые, первые, наверное, 10 дней Вообще ощущений никаких не было Ну, вот этот волконский дольмен Мы к нему пришли раз Потом пришли спустя там неделю Или спустя сколько-то там дней И уже на последующие разы На последующие приходы Уже было некое ощущение присутствия Ну, то есть вот ощущение Как живого человека рядом И такое, как изменение настроения Вот знаете, когда встречаешься с человеком С живым, да И его настроение передается Такое же ощущение было здесь То есть вот присутствие Текста нет, разговора нет Никаких мыслей, ничего Это вот самые первые дни Первые дней 5, наверное, мы так их посещали Ну, то есть просто вот ощущение присутствия И ощущение изменения настроения В общем, дней через 10 примерно Нет, дней, наверное, через 5 То есть я рассказываю, как сонастройка происходит Дни через 5, через 7 примерно Начинает ощущаться Что они входят в конкретный контакт То есть подходишь к дольмену И иногда даже еще не дошел до него Или уже пришел Ну, то есть они все разные И у всех разная энергетика Они все по-разному работают с человеком И бывали такие случаи Что вот приходишь к нему И все, он сразу начинает с тобой работать Он энергетику очень сильно меняет Меняет чувства То есть они начинают работать с чувств Если человек подошел агрессивный Они меняют на ощущение добра, нежности То есть они меняют с минуса на плюс Энергетическое состояние Так проходило в течение примерно дней 10 То есть вот мы начали с 11 марта ходить И 21 марта Вот когда я их услышала 21 марта это очень мощный энергетический день Это день весеннего равноденствия Мы пошли на сорт участок На сорт участки там получается Раз, два, три, четыре Пять дольменов, которые опознаваемые И несколько разрушенных Это дача на сорт участки И мы подходим к первому дольмену И сразу начинаем его видеть То есть вот реально видно, что этот человек Прям видно самого человека Глазами видите? Ну как глазами? Нет, это как-то иначе Иначе, да Как-то иначе, да То есть он не материализуется, да А как-то видно, что ну вот он человек И он может стоять, сидеть, ходить То есть он ведет себя абсолютно как живой человек Мы увидели дедушку Ну как дедушку, мы так его называли Дедушка, вообще его зовут Рад Он несет информацию по радости творчества Это я уже потом прочитала С нами он совершенно на другие темы разговаривал Они разговаривают на те темы, на которые считают нужным разговаривать Ему, я у него спросила Ну вижу прям старец Прям старец У него такая одежда холщовая Такого серого Вот как юбка у Оли Вот такого холщового цвета Ну и структура такая же Подпоясанные У него рубаха такая короткая Ну как выше колена рубаха и штаны Вот И он прям вот старец Первое было, что вот я его увидела, да И он что-то говорит, да И было непонятно, действительно ли это я его вижу, да И я ли его слышу И вот у меня тоже был вот такой вопрос, как у Сергея У меня ли не помутнение, да Там раздвоение личности, помутнение разума И я говорю, ну как я могу видеть Говорю, Лера, ты тоже видишь? Она говорит, мама, я тоже вижу Я говорю, ты тоже слышишь? Она говорит, я слышу И я ему задаю контрольный вопрос какой-то Не контрольный вопрос, я говорю Я могу вообще тебя видеть и вообще ты кто? Он говорит, да, ты можешь меня видеть Я говорю, а как это вообще получается? Может быть, ну я придумала Может быть, просто у меня там сознание, что помутнилось или что. Но задай, говорит, мне какой-нибудь контрольный вопрос. Я не помню, что я ему задала. И я еще ряд вопросов ему задавала, каких-то контрольных, спрашивая, что там, назови мне там что-то про меня, какие-то моменты личного характера, которые только я, допустим, знаю. Он мне раз отвечает. Говорит, тебе долго доказывать, что ты меня слышишь и ты меня видишь? Я говорю, да, пока я не убежусь, что у меня не помутнение в рассудке. Ну, то есть я не могла поверить, что я их слышу, что я их вижу. Вот, и Лера тоже на меня такая смотрит, дочка, говорит, мам, ну как такое может быть? Ну, то есть вот он нас убеждал в течение 15 минут. И потом говорит, подойдите, говорит, вот сюда с вами хочет женщина поговорить. И она как бы со спины подходит, мы садимся, там, пяточная плита, то есть разрушенный дольмен, он составной был. И пяточная плита, на которой все это ставилось, вот она лежит, и мы на нее сели. Мы ложили обычно яблоки, всегда с яблоками ходили, яблоко ложим, мы грызем это яблоко. Вот, и разговариваем или слушаем, и как бы со спины Маис подходит, женщина, Маис, ее имя Маис. Такое зеленое платье у нее, плотное очень, ну, видно, холодно было женщине, прям плотное такое зеленое платье, видно там тоже, под ним тоже там подъюбники, ну, такая прям одета, тепло. Такой черный волос, статная высокая женщина, выше меня, ну, где-то метр восемьдесят, наверное, она была примерно. Статная прям, черный волос, длинный, такой слегка вьющийся, карие глаза, красивая очень. Под пояс она тут у нее, там, узоры вышитые. А вот, подходит и говорит, я вас не отпущу, пока вы меня не выслушаете. А мы сели вообще на чужой дольмен, у нее дольмен разрушен в ноль, ее дольмена нету. Мы сели на чужой дольмен, и вот он, получается, парень, которого дольмена... Это женщина с дольмена пришла к тебе? Да, да, то есть она с соседнего дольмена, да, да, да. Да, и причем видели не только мы, мы потом вернулись, я говорю, Алене, рассказываю, мы Маис видели. И ее дочка Аленина, Мила ее зовут, да, Люба Мила, она говорит, мама, я тоже видела эту женщину, и тоже она ее так же описывает. То есть энергетика у вот этой Маис, ну, очень мощная, она может пробиться. И она говорит, я вас не отпущу, пока я не передам информацию, которую я должна вам передать. Вот, теперь я цитирую то, что она сказала. Она говорит, я вам расскажу только про зачатие. Когда мужчина и женщина пара, да, пара, уже готовая пара, она хочет зачать ребенка, то в этот период, период этот длится от года до трех лет, минимум год. Я говорю, а максимум сколько? Она говорит, ну, максимум не ограничен, ну, трех лет будет достаточно. В это время мужчина и женщина должны думать о ребенке взаимно, вместе, каким они хотят его видеть, то есть мальчик это или девочка, какие они хотят в него вложить качества. Вот они все это думают в этот период, ну, вот этот год или более, да, они не должны заниматься, я не знаю, как это сказать, ну, то есть не должны допускаться никакие похотливые мысли. Не только внутри этой пары, то есть женщина, она говорит именно про женщину, она не про пару говорила, именно про женщину. Женщина должна вести себя столь целомудренно, да, чтобы она не вызывала похотливых мыслей во общении у кого из мужчин. То есть она должна себя столь целомудренно вести, чтобы он, не то что у партнера, да, у своего мужчины она не вызывала бы таких желаний, вообще чтобы этих желаний не было. Она это проговорила раза три, говорит, вы поймите, это настолько, настолько важно, сейчас, говорит, не могут притянуться души чистые, потому что вы на вот этих вибрациях находитесь, и если, говорит, вот это исключить, именно вот похоть, да, вот это желание, то есть это ни мысли не должны допускаться, ни у неё, ни у кого бы то ни было, то есть это от женщины идёт, именно от целостности, от целомудренности женщина идёт. То есть она должна быть целомудрена во всём, говорит, одежда только длинная, только в пол, чтобы там вообще все части тела были закрыты, желательно, говорит, даже всегда платок носить, чтобы волосы, ну то есть это тоже такая часть тела, которая вызывает эти ощущения, говорит, волосы всегда должны быть покрыты. И, говорит, души, которые должны притянуться, они хотят прийти на землю, эти души чистые, но они смогут это сделать только вот в этих условиях. Если вот будет выполнено, то есть мужчина и женщина должны про ребёнка думать, оговаривать, должно быть очень целомудрено всё, со стороны женщины однозначно. С ребёнком разговаривать. То есть вот этот период от года и более, да, они разговаривают с ребёнком как со взрослым человеком, то есть никакого там унижения типа «тамой ты мой хороший, ты мой маленький» нет. Они разговаривают с душой, душа полноценная, взрослая. Они разговаривают с ним как с равным партнёром, то есть они разговаривают как со взрослым человеком с ним, обсуждают какие-то вопросы с этим человеком, именно не с ребёнком, а с человеком. Задают ему вопросы, слышат ответы, какие-то рекомендации ему там. То есть мы хотим, чтобы ты там то-то, то-то и то-то, да? Они должны услышать его ответ. И вот такой диалог со стороны отца и со стороны матери, либо раздельно, либо вместе, должен происходить в течение этого года, либо более. Она сказала, эту информацию нужно обязательно передавать женщинам. То есть она прям попросила нас, передайте, пожалуйста, вот эту важную информацию, чтобы могли вот эти души чистые притянуться. Потому что сейчас она мне говорит, ни одной души чистой нет на планете Земля. Я говорю, ну а как же Анастасия? Она говорит, ну так ты сама вспомнишь, что в книгах написано. То есть там, говорит, чистота не та ещё даже, не та чистота, про которую я тебе говорю. Я говорю, а как мы можем достигнуть этой чистоты, даже если Анастасия не достигла? Она говорит, если я к тебе пришла, то вы можете. То есть это ваша задача сейчас к этой чистоте прийти. Ну вот всё, про Маис всё. Информации очень много, задавайте вопросы. Я посетила 50 дольменов, из них порядка 10, я с ними разговаривала. Они очень хорошо выходят на контакт. Остальных они передают телепатически. Вот кто-то, Виталя, спрашивал, что значит, как они передают мысль, да? Они все передают её по-разному достаточно. Но чаще всего оно именно на телепатическом уровне, я не могу сказать, что они передают образ. Нет. То есть картинки не возникает. Именно мысль. То есть это не текст, звука нет, текста нет. Я уже потом в текст интерпретирую сама. То есть я сама перекладываю это на слова, которые я знаю. Причём, как они мне сказали, что словарный запас у нас сейчас настолько низкий, что они даже не могут, они передают мысль, и я не могу её даже сформулировать. Они говорят, что сейчас настолько низкий словарный запас, ну примерно 1% из 100, если в процентном соотношении, вы, говорит, настолько деградировали, да? Они нисколько никогда не унижают людей. Они с огромным уважением к каждому. То есть они уважают достоинства каждого человека, какой бы он ни подошёл. И при этом они показывают просто как есть. Они говорят, что чаще всего это телепатически. Но были моменты, когда возникали образы, то есть может они все это стараются сделать, просто я, может быть, не сонастроена была. И даже бывали иногда запахи, но чаще всего, то есть это первое, что они делают, это передают чувства. То есть первое это чувства, потом идут уже телепатические мысли, потом уже возникают картинки. И один раз были прям запахи. Вот один-единственный раз. Кто тебя провёл туда? Ты же не знала? Где тут? Были проводники или что? Как? Хорошо, что перед этим съездила Алёна. Она познакомилась с людьми, которые могли бы помочь. И там был один человек, который с удовольствием нам абсолютно бесплатно, даром помог. Он протащил нас по всем дольменам. Но не по всем, порядка, наверное, с 50-30 дольменов он показал нам, потому что их нереально было найти. Какие мысли у тебя больше всего пробили? Какие? Какая форма? Самое мощное было, конечно, это последнее, то, что я услышала. Это самое последнее, вот, скажи, перед отъездом. Это по поводу земли, когда дольмен такой, группа дольменов Капибг называется. Она очень известная. Её достаточно легко самостоятельно найти. Это как ехать в аул Калеш. И там выходишь, и всё, и они там, на сопочке. Дольмен называется у местного населения, ну, так вот, в текущей ситуации он как денежный. Я к нему подходила, мы были там три раза. Первый раз я вообще никак его не поняла, не услышала и даже не почувствовала. Он составной. И составные дольмены чувствуются намного меньше, чем монолитные или корытообразные, до которых только крышка. То есть он цельный и крышка отдельно. А вот составные у них, они как-то вот мне, допустим, они тяжелее, ощущение от них словить, сонастроиться. Но вот он составной дольмен из плит, да, из шести. И первый раз вообще я его никак не услышала, не почувствовала. Второй раз мы, когда уже подошли, я его почувствовала. То есть он начал со мной, пытался разговаривать. И другие дольмены, там группа дольменов, их несколько. И они, их много, их много разрушенных. И я прям слышу, я их начинаю видеть, но я не вижу их прям так вот, как я Маис описывала, да, или Старца, вот Рада. Но я вижу, вот они вот, их много, они прям, прям их десяток, наверное. И вот они стоят, и они пытаются нам сказать, говорят, девочки, пожалуйста, нам нужно вам передать очень важную информацию. Это вот второй приход был. И я слышу, что они хотят со мной разговаривать, и я говорю, я вас не понимаю, я не слышу. Они говорят, приди к нам еще раз, мы обязательно тебе должны эту информацию дать. Я говорю, хорошо, я к вам приеду. И вот в третий раз, когда мы уже приехали перед отъездом, перед отъездом, да, и я каждый раз спрашивала, задавала ему вопрос, подхожу и говорю, почему тебя считают денежным? Объясни мне, пожалуйста. То есть, ну, открой информацию, которую ты несешь. Ну, ты же не денежный же явно. А вот у них там вообще денег не существовало. И вот третий раз я к нему подошла. Ну, мы прошли по другим дальменам. Как бы в контексте все можно будет рассказать. И к нему уже, когда подошла, положила на него руку, и информация такая прям, прям вот таким объемом, как вот Анастасия пишет, свернутое в зерно, сразу и чувства, и мысли, и картинки, и даже запахи. И вот он мне отвечает на вопрос. Я опять задаю вопрос, ну, ты же не денежный, какую информацию ты несешь? Он говорит, естественно, я не денежный. Я несу информацию по бережному отношению ко всему окружающему миру. То есть, я несу энергию бережливости. Я говорю, объясни мне, ну, то есть, что это значит? Он говорит, ну, вот посмотрите, как вы к друг другу относитесь. Вы, говорит, друг друга все обижаете, кусаете. Он говорит, зачем у вас такая короткая жизнь, вы так мало живете. Зачем вы это время свое короткое тратите на то, чтобы сделать больно друг другу? Почему бы в это время не потратить на то, чтобы любить? Я говорю, почему ты это мне говоришь? Я тоже себя так веду. Он говорит, конечно, а что ты лучше других? Говорит, посмотри, как ты с своими детьми разговариваешь. Ну, я, все видят, да, как я с детьми разговариваю. И я говорю, я плохо разговариваю с детьми. Он говорит, ты их очень сильно обижаешь. Ты обижаешь свою дочку? И он мне, давай, показывать ситуации. Это все было 10 минут. Он мне столько ситуаций развернул, где я ее действительно обижаю. Потом он говорит, посмотри, как вы относитесь, человечество, он имел в виду, вы относитесь к живой природе, к деревьям, к растениям, к насекомым. Вы все это уничтожаете, уничтожаете, уничтожаете. Зачем вы это все уничтожаете? Оно же все для вас, оно же все живет для вас. Деревья вам дают воздух. И не только воздух. Они там и воду, и все остальное, а вы их уничтожаете. Вы, говорит, убиваете насекомых, там их травите, как можете, травите землю. Зачем вы все это делаете? Ведь это же все для вас. Вы должны все это беречь. Беречь нужно, говорит, абсолютно все, что вы имеете. Абсолютно все. Вот у вас есть какая-то там одежда, да, берегите ее. Не надо там миллион этих курток каждый год покупать. Вы знаете, как это больно планете? Одна куртка, она занимает там тонны воды, используется на планете Земля, чтобы эту одну куртку не постирать, сделать, да, произвести. Зачем вы все это уничтожаете? Я говорю, почему ты мне это говоришь? Я тоже это делаю. Конечно, говорит, но ты же в этом участвуешь. Ты же используешь искусственные предметы. Зачем? Ты могла бы, допустим, одну вещь, там, одну шубу носить, там, не знаю, всю жизнь, да? А ты, ну, покупаешь, меняешь. Зачем ты это делаешь? Для чего? Вот я об этом, говорит, и хочу сказать. Пробережливость. Берегите все, что у вас есть. У вас есть вот один пластиковый стакан, да? Не надо его тут же в мусорку кидать и покупать следующий. Вот и берегите вы этот один пластиковый стакан, там, одну ложку, ну, и берегите вы ее. То есть я хочу донести мысль о том, что нужно беречь все, что у вас есть. Беречь отношения, беречь природу, беречь вот абсолютно все, тотально все, что есть. Все беречь. И потом он мне показывает, он говорит, вы приносите огромную боль планете Земля. И вот здесь вот то, что Виталия тогда говорил. И он мне показывает, как землю ковшами, вот так вот, прям вся планета, вот он мне всю планету показывает, и как ее везде ковшами вот так вот роют, вот эти котлованы. Котлованы вот эти роют, и боль такая. Прям я чувствую, как будто бы я земля, и как будто по мне вот так вот шкрябают вот этими вот ковшами. Боль такая неимоверная. Она вот и душевная боль, и физическая, как будто бы вот по мне вот так вот, вот под кожу вот так вот, и вот так вот сдирают ее с меня. Я прям стою, у меня слезы текут, я представляю, как это больно. Ну, то есть через меня вот эта боль в земле, она через меня проходит, я стою, плачу, говорю, почему ты мне это говоришь, я это делаю? Он говорит, конечно, ты это делаешь, ты в этом участвуешь. Ты используешь металлические предметы, ты пользуешься машиной, ты заливаешь машину бензин, ты все это делаешь. Говорю, а что я могу сделать? Он говорит, хотя бы на уровне себя откажись. Откажись. От чего? От использования. То, что производится, то, что приносит ущерб земле. Металлические предметы, бензин, все искусственное, оно все делает земле очень больно. На уровне производства и потом на уровне утилизации. Земле это все очень больно. И эта боль прошла прям через меня. В смысле, не копать лопаткой? Не копать. А чем? Руками или руками? Ну, это отдельный вопрос. Вот этот дольмен мне на этот вопрос не ответил. Я у него не стала спрашивать, потому что мне было очень больно, я прям чувствовала запахи, вот в этот момент он мне все показывал. Это все было в... Я бы не сказала, что в голограммах, это было прям реально, как будто бы я вот в кино туда, внутрь фильма закрутилось, да. И вот это вот все через меня прошло, как будто бы я участвую в съемках фильма. И вот прям с чувствами, с запахами, полностью. Он не имел в виду не копать лопатой. Он имел в виду не использовать... Вообще не использовать. Все не использовать. Все говорит, все говорит. Он сказал тотально, ничего не использовать, тотально. Тотально. Нет. По-другому, он говорит. Есть другие способы. Лопата это минимум. Но он сказал, в любом случае, да, это либо минимизировать, да, либо вообще... Если у тебя одна лопата на всю жизнь, то это нормально. Просто кто как понимает, это уже другой вопрос. Мы потом это просто обсудим. Ну вот с этим дольменом конкретно все. Сколько времени это вообще было там? 21 день. С кем еще, допустим, достаточно был хороший контакт, что кто еще дал информацию? Да, информация такая вот крутая. Ну вот такая информация, которая тоже для всех. Про соль и про воду. Это вот два дольмена вместе. Камень один, они его поделили как на две квартиры. Все время забываю, как их зовут. Но одного зовут Артек, он несет информацию про воздух, а второго, прошу прощения, не помню. Как зовут? Я с ними не знакомилась, это просто в книге потом уже, когда приехала домой, я стала листать книги и уже потом их увидела, эти дольмены, и уже прочитала, как их зовут, этих людей. И вот они вдвоем в одном камне. Один, получается, несет информацию про воду, а второй несет информацию про воздух. И вот в этот же день, получается, 21 числа мы пошли. Вот мы поговорили с Радом, поговорили с Маис. И потом, они рядом, просто эти дольмены, мы к ним пришли. И тот, который вода, начал сразу со мной разговаривать, и он мне говорит... Это немножко такое личное. Сейчас. Он мне говорит... Сейчас. Он мне говорит, ты считаешь себя красивой? Я говорю, да. Он говорит, ну ты глубоко ошибаешься. Я говорю, почему? Ты, говорит, выглядишь как 80-летняя старуха. Я говорю, почему? Он говорит, ты видел, сколько у тебя морщин? Я говорю, ну и что? Я выгляжу лучше, чем многие женщины моего возраста. Он говорит, да вы все выглядите как старухи и как старики. Я говорю, почему? Ну почему ты так со мной разговариваешь? Говорю, мне неприятно, больно. Я говорю, хочу до тебя донести, что ваша гордыня, твоя лично... Он со мной конкретно разговаривал. Твоя гордыня не дает тебе понять, что ты неправильно себя ведешь. Я говорю, хорошо, ладно, говори мне, в чем я не права. Он говорит, ты хочешь хорошо выглядеть? Тогда убери с своего питания соль. Я говорю, ну почему соль? Нет, он начал с воды, говорит, сколько ты пьешь? Я говорю, ну полтора-два литра в день. Он говорит, что ты врешь? Не пьешь ты 1,5-2 литра в день. Говорю, ну хорошо, я допустим не пью, а сколько надо? Он говорит, 1,5-2 литра в день, нужно в день пить. Причем при вашем питании, если вы употребляете хоть какое-либо количество соли, обязательно нужно выпивать воду, потому что соль это очень мощный наркотик, который был придуман специально для порабощения населения планеты. И он настолько мощный наркотик, он настолько сильно порабощает волю, желания, мысли, чувства людей. Это, наверное, самый сильнейший наркотик, который сейчас используется на планете. Если вы уберете соль полностью из своего питания, хотя бы соль, вы увеличите продолжительность своей жизни на 30-50%. Я говорю, в смысле, если сейчас средняя продолжительность жизни, 80 лет, мы что, 150 будем жить? Он говорит, да, ты меня правильно поняла. Ну, вот такая информация. Про соль, говорит, и морщины, говорит, ну, ты как женщина, да, ты хочешь выглядеть хорошо. Женщины, которые не будут употреблять соль, у них никогда не будет в жизни морщин. Морщины – это чисто солевая тема. Только убирая соль, исчезают морщины со всего тела. То есть это чисто вот из-за соли причина. Пока вы, говорит, едите вареную пищу, да, не божественную, и пока вы употребляете соль, вам нужно выпивать полтора-два литра воды и стремиться к тому, чтобы соль из питания убрать полностью вообще, однозначно, в ноль. И вот еще что он сказал, говорит, я говорю, а каков механизм, почему морщины появляются за счет соли? То есть мне уже было интересно технически. Он говорит, соль обезвоживает организм. Я говорю, каким образом она обезвоживает, если соль, наоборот, задерживает воду в организме? Он говорит, ты не понимаешь, как это происходит. Когда соль попадает в организм, она вытаскивает воду из клетки. Клетка обезвоживается, то есть она отдает воду в межклеточное пространство. И в межклеточном пространстве вода, получается, задерживается солью. Нарушаются химические процессы в организме. Почему это и наркотик? Потому что именно химические процессы нарушаются, обменные, на уровне химических микроэлементов. И клетка обезвоживается за счет того, что ей недостаточно воды. Ну то есть, представь, говорит, тебе не хватает воды. И за счет того, что ей не хватает воды, она очень быстро погибает. Она начинает, во-первых, сжиматься, отсюда получаются морщины. И за счет этого она не проживает свой возраст, который клетка должна прожить. Она погибает намного раньше. За счет этого у вас сокращается продолжительность жизни. Ну вот, получается, на треть или наполовину. Ну вот, такой еще момент. Был очень интересный про соль. И очень мы полюбили, вот, ну я сейчас самые яркие такие расскажу, тогда получается, дольмены. Очень мы подружились с вот этим старцем, зовут, у которого рад. У него огромная возможность, огромное такое вот чувство любви, про которое я, допустим, раньше никогда не слышала, не видела, не ощущала на себе. Такой поток любви тотальной, принятия, вот полностью принятия. Мы, когда попали в его поле, это такое принятие, это такая любовь, которую я не чувствовала даже от своих родителей никогда. Ну то есть это прям вот как, я не знаю, как, именно та любовь, про которую поют, пишут там, которая должна быть. То есть тотальное принятие полностью человека, каким он есть, со всеми его там втекающими, вытекающими, там, всеми достоинствами, недостатками. Он просто вот окутал, и не хотелось из этого поля никогда уходить. И мы настолько, настолько было с ним хорошо, вот эта нежность, эта ласка, эта любовь, это принятие такое. Хотелось быть все время рядом. И мы с дочерью, даже когда вот, ну он говорит, уже идите, идите уже. Вот. И мы такие говорим, а как можно тебя взять с собой? Он говорит, ну вы камушки на меня положите и домой заберите. Я говорит, вам камушки заряжу, ну и мы реально набрали таких булыжников там вокруг, набрали, наложили его. Приехали дома по всей хате, разложили эти булыжники. И у нас очень хороший контакт с ним сохранился. И когда я вот его вспоминаю, если мне нужен какой-то совет, я всегда контактирую с ним. Он всегда быстро очень выходит на контакт. Вот. Ну только достаточно про него вспомнить, он в тот же раз. И всегда очень приятно, когда он рядом. Ну мне, допустим, когда грустно там или когда я расстраиваюсь, я всегда обращаюсь к нему и... Сейчас расплачусь. Не, поплачь, поплачь. Дать надо. Очищение. А ты можешь, если мы сейчас просим? Пускай, пускай пройдёт. Вот. И когда мы его услышали первый раз, да, мы его услышали, когда попали к нему во второй раз. Первый раз мы были с проводником, с Владимиром. И мы быстро-быстро просто запоминали, как пройти. А второй раз уже мы с Лерой, ну вот 21 числа, когда мы его услышали, я ему задаю такой вопрос. А как научиться так вот чувствовать, как ты? Как научиться так относиться к людям с таким принятием и с такой любовью? Он говорит, ты просто люби. Я говорю, что значит просто люби? Он говорит, ну вот вспомни, кого ты когда-нибудь любила. Я очень люблю своих детей. Говорит, вот вспомни вот это чувство, как ты любишь своих детей. Я говорю, вспомнила. Говорит, молодец. Теперь, говорит, направь эту любовь куда угодно. Я говорю, куда, в смысле, ну а рядом железный забор. Там дачи и на дачах вот этот металлопрофиль. Я, значит, смотрю на этот металлопрофиль, сижу на этом дольмене, смотрю на этот металлопрофиль через дорогу. Говорю, что прямо вот к этому металлопрофилю любовь направить? Говорит, конечно, ко всему, что видишь, тотально. Вот просто вообще без исключения направляй просто свою любовь. Вот эту вот, которая. И он раз, и мне помогает, и всё. И оно потекло вот так вот прямо вокруг. Ко всему абсолютно. Вот просто он взял вот это чувство из меня, вытащил, которое я к детям испытывала. И всё. И оно не может из меня выйти. То есть это чувство, я с ним живу, и оно меня никогда не покидает. И даже если там, ну как-то я по вибрациям падаю, да, оно всё равно потом очень быстро восстанавливается. Это вот он мне помог, ну вот это вот чувство, но я никогда в жизни его не испытывала. То есть меня родители даже так не любили, как вот этот человек мне показал, как это вообще возможно. За что мы ему очень благодарны. Ну вот всё. Есть ещё другие дольмены, которые тоже много интересного мне про землю сказали. Тоже вот очень интересный момент, но это с другим дольменом я разговаривала. Купцовая информация не искажает, но информация очень плоская и примитивная. То есть её очень мало. Но её всё равно очень стоит почитать, потому что человек добрый, и она как минимум её не искажает. И несёт её в позитивном ключе. Понял. Тань, последний вопрос про Саврасова. Скажи сейчас, вот насколько точно Саврасов даёт информацию. Пустите мне, пожалуйста. Не, это, ну пожалуйста, последний вопрос. Да. Подержи, подержи, держи. Али, если вопрос будет, другое масло, это хорошо или нет? Так, Саврасов очень сильно искажает информацию за счёт того, что он пропускает её через призму своего восприятия мира, искажает её примерно процентов на 70, за счёт того, что он плохо их слышал и очень много домысливания. Поэтому информация искажённая. Продолжение следует...